Привет-привет, друзья мои! Ну вот, хочу вам сегодня показать ещё одно, знаете, великолепное место. Это окраина Райда, не так и далеко. И это то место, в котором у меня муж, когда приехал сюда 40 лет назад, хотел себе купить дом. Сейчас я даже вам его покажу. Прогуляемся. Это очень-очень красивое старинное место. Знаете, тоже такое, наверное, пошплейс одно из. Вот опять пальмы, опять дома огромные, шикарные. Вот такие просто терема тут у нас, видите? Вот. Здесь же, вот видите, дом полностью реконструируется, реконструируется, перестраивается. Вот. Это... Не думайте, что новое что-то строится, потому что это практически центр Райда, побережье. Сейчас там пройдёмся, я вам покажу, как близко от поря. Это просто какой-то старый дом, вот кто-то реконструирует. Вот такие живописные теремочки. Это с другой стороны, этот теремок. Очень красивый, посмотрите. И вот здесь вот хочу показать вам опять вот этот почтовый ящик. Чисто английский. Они всегда красные. Я вам показывала круглый. Посредине на улице стоит пост-офис ящика. А это вот такой вот в стену вделанный. Вот видите, здесь даже викторианский знак. Королева Виктории. Времён Королева Виктории. Ну вот она начинается, вот эта улица. Такая красивая. Сегодня снимать тоже одно удовольствие, потому что ясно, солнечно. И надеюсь, что съёмка будет удачной у нас. Вот. Начинаются вот такие вот здесь тоже дома довольно зажиточных англичан, английских семей. И вот я поворачиваюсь. И видите, вот он, пожалуйста, вам вид на наш пролив Соланд. И даже портсмас видно. Отсюда, на той стороне, очень хорошо. Эту Миллениум Тауэр. Грандиозный вид. Посмотрите также, какие дома здесь красивые. Вот с балконом наверху дом. Потому что вид прекрасный. Вот на море. И этот, он хоть и четырёхэтажный, но у него расположение прекрасное. И, наверное, тоже жить одно удовольствие в нём. Хотя дом этот, вы знаете, старый, судя по всему. Ну просто он немножко уже тоже был реконструирован, отделан. И посмотрите, впереди какой у него садик. Вот не знаю, видно вам или нет. Вот полюбуйтесь. Что тут только нет. Кто во что гораст. Людей живёт много, наверное. Каждый внёс свою лепту в этот садик. Ну вот смотрится он, я бы не сказала, что уж прям так, знаете, как-то грандиозно, но оригинально. Вот как-то своеобразно, да? Видно вам, видно вам, нет? К сожалению, на дом солнце светит, а здесь немножко в тени. Ну, мне нравится. Ну, мне нравится. Вот такая кормушка для птиц оригинальная, украшенная шишками. Видите, здесь горшков каких только нет, видимо-невидимо. Здесь опять клумба такая, типа Альпийской горки, что ли. Там даже какие-то красивые камни. Посмотрите, это стекло. Вот ещё такая серия домов. Не знаю, как сказать, модерновые они или какие. Ну, всё-таки это современные постройки, я думаю. Так, сейчас я попробую всё-таки вам найти, где этот дом, который хотел купить 40 лет назад мой муж. Представляете, как это было давно, 40 лет назад. Вот сейчас я попробую найти, если мне память не изменяет. Это здесь где-то недалеко. Вот тоже домик оригинальный. Но это всё пока ещё не то. Не то, не то, не то. Он вообще-то мне его показал всего единожды. Наверное, тоже лет 6 назад, когда это было, да, господи. И я, конечно, не очень запомнила. Сейчас вокруг обойду. Посмотрите, какие два кресла красивых стоят. Как здорово тут. Умеют они всё-таки отдыхать. Как-то вот так незатейливо, но, знаете, со вкусом. Кто-то вот мне сказал, написал, что ой, как всё красиво, как всё чистенько. Вот вы знаете, я уже, вы знаете, привыкла. Вот как-то к хорошему быстро привыкаешь. И вот то, что сказали люди, что ой, как чистенько. А я что-то это уже даже не беру во внимание. Настолько привыкла, что кругом вот чистенько. Что да, на самом деле. У нас, конечно, пыль кругом. А здесь вот нет пыли. Как-то вот и грязи особой нет. Если куда-то, конечно, не залезть самой. Вот я спустилась к самой воде. Вы знаете, хотела вам показать. Вот, может быть, слышите, если прислушаетесь. Курлыка не такое. Слышно? И вот там вдалеке. Ну вот я глазом-то вижу, конечно, камера вряд ли, наверное, вам передаст. Но это прайват опять территория. Я и то зашла опять уже на прайват. Вот этот дом. Это его, по-моему, территория прайват. Но это гуси, что хочу сказать. Это вот там вот просто огромное-огромное количество гусей. Тут, наверное, даже не стая, а несколько стай. Потому что их просто несколько сотен тут. Видно вам? Слышно? Послушайте. Я надеюсь, что слышно. Не знаю, насколько видно, но надеюсь, что слышно. Я что хочу сказать. Эти вот гуси и лебеди наши. Ну, гуси, вернее. Это вот они готовятся к перелёту. Это они улетают куда-то в тёплые края. Несмотря на то, что у нас тепло, но, вероятно, им они хотят теплее. Вот они здесь отдохнут, наверное, я не знаю, сутки где-то как-то. Завтра здесь уже их не будет. Вот они переночуют, и рано-рано на рассвете они тронутся в путь. Ну, удачной дороги вам, гуси. Удачного перелёта желаю. Ну, а здесь, видите, вот Private, но у Асесса опять нет входа. Поэтому не пошла я дальше. Так, ну и что? Вот моя прогулка увенчалась успехом. Вот он, этот домик. Это Бангала. Не знаю, как вам, а мне оно так понравилось. Это то, которое я хотел купить мой муж. 40 лет назад, когда он сюда приехал. Я даже могу вам сказать, сколько он стоил. Сейчас ближе подойдём, я вам покажу. Это, в общем-то, всё здесь рядом. Вот это вот такая здесь, как бы, круговая площадь, что ли, или как. Это вот оттуда я иду, от гусей. То есть, вы видите, этот дом, он прямо смотрит окнами на океан. Ну, и вот он ближе, этот дом Бангала, вот такой. Номер 13-й, кстати. Очень такой знаменитый. Почему я его и запомнила. Так вот, он стоил 40 лет назад 15 тысяч долларов. Долго показывать не буду, а то сейчас выйдут опять. Вот он такой огромный. У 15 тысяч не долларов, а фунтов, конечно, я ошиблась. Ну, вот здесь вот три машины, в том числе, вот, пожалуйста, Порш, посмотрите. Кто-то мне говорил, что они не любят, и машины простенькие стоят. А вот, пожалуйста, Порш вам. Порш, это уже из дорогих. Ну, вот рядышком ещё один дом, это уже 12-й, они тут практически впритык. Ну, вот вы представляете, какое место... Да нет, вы, наверное, не очень представляете, но какое красивое это место. Насколько красивое это место. Насколько оно живописное. Сейчас вот я вокруг обойду, покажу вам. Уже темнеет вообще-то у нас. Ну, вот этот дом, вот, мне кажется, он даже и по расположению очень удачный. Очень удачно расположен за 15 тысяч фунтов. Я говорю, ты бы жил бы сейчас в таком месте шикарном, и горя бы не знал. В центре райда, при том, что вот это Пош Плейс, тишина, здесь в кругом прайват, здесь, видите, машины не ездят, только заезжают те, кто здесь живут. А сейчас, вот, показала вам, здесь продается дом напротив. Ну, вот еще раз показываю, вот такой. Так вот этот дом стоит, друзья, миллион двести фунтов. Ой, какие красивые дома. Посмотрите, какие клумбы, цветники разбиты здесь у каждого дома. Как красиво. Ну, и вы понимаете, я не могу, конечно, вам сказать, сколько стоит тот дом номер 13, который не купил когда-то рентом. Ну, я думаю, что тоже где-то больше миллиона, наверное. Как вы понимаете, в таком Пош Плейс месте, это уже за 40 лет, представляете, как цены возросли? От 15 тысяч фунтов до практически полутора миллионов. Вот так. Как говорится, вкладывайте деньги в недвижимость. Я вот немножко поднимаюсь в гору здесь, походу вам показываю эти дома. Вот сейчас к той арке подойду, она очень тоже живописная. Покажу вам. Вот здесь тоже какой-то дом интересный. Да, так вот, я, конечно, знаете что, я поняла, что он тоже очень переживает, что не купил этот дом. Когда я спросила у него, боже, такая прелесть, разве можно было сравнить вот с тем домом Бангала, в котором мы сейчас живем. Ну, я показывала его, скину ту же ссылочку, кто не видел. Я говорю, как же так? Почему же ты вроде бы такой практичный, все просчитываешь? Он мне, знаете, что сказал? Да я и сам, конечно, сейчас очень переживаю, потому что тогда эти 15 тысяч фунтов, они у меня были, даже не у него, а у нас, он сказал, потому что это как раз вот с его второй женой. Они, когда сюда переехали, со второй или с первой, с первой, наверное, что-то я уже тоже все перепутала, у него было две жены до меня. Вот что говорит, почему не купил? А потому что номер 13, и она подумала, что суеверие, и не надо, зачем, и не будем, и, в общем, его уговорила не покупать. Ну, это вот один из таких огромных викторианских домов. Мы его обошли вокруг, я вам его показала, как он на солнышке смотрелся с той стороны. Это его фасад. И вот этот вот арочка с оленем. Сейчас обойдем, тоже вам покажу. ПЕРЕДАМА. СПЕНСЕР. Это Диана ФЭМЛИ. Диана ФЭМЛИ, да. Диана ФэМЛИ, да. Диана ФЭМЛИ, да. Диана ФЭМЛИ. Грет-грет-грет, Грэнфавра. Грэнфавр, да. Диана ФЭМЛИ. Севенпийца... Семенький год, 1780, или по дайминский фэмЛИСюня. Ага, обо мне режима. В то время того, в 1780-1990, и в 1850-митаре, ну вот слышали что мне рассказал мужчина который тут живет сейчас машину пропущу вот я зашла с стороны вам показать эту арку если вы слышали что мне сказал вот этот вот мужчина англичанин который здесь живет что вот тот вот дом это вот семьи спенсеров то есть дианы он сказал какой-то кузины дианы вот тут вот дом был куплен они здесь жили довольно долго вообще конечно это все викторианские постройки но вот тот он сказал старше даже чем вот эта арка хотя как-то сомневаюсь я там даже что-то написано по латыни знаете что куи си санна написано что такое не знаю на посмотреть это вот олень и два льва спящих по бокам вот к сожалению против солнца может быть не очень вам видно вот видите как там внутри смотрится здорово это лесенка такая вот мужчина меня конечно подзапутал так скажем да потому что я не поняла он сказал что вот это вот сарка здания но это бывший чапал вот этого вот дома викторианского чапал как я вам говорила это семейная церковь но он сказал что сам викторианский вот этот дом был построен 17 то есть шестнадцатый век а вот этот был построен 1851 то есть восемьсот пятьдесят первом что как-то у меня немножко как может быть восемьсот пятьдесят первом а может быть и правильно потому что если учесть что виктория умерла в девятьсот первом ну да как раз это ее было время боже не знаю запутал он меня а если это 16 век 1700 какого там он сказал года надо переслушать вот этот вот дом который даже немножко похож на архитектурой на озборн хаус согласитесь тоже кинул вам ссылочку внизу посмотрите то есть представляете full of history называется все это здесь полно истории посмотрите какой вид я повернулась напротив вот этого вот красивого дома с аркой напротив чапал и посмотрите какой опять идет у нас шикарный лайнер он идет из соус хэмптона в пролив ла-манш и туда в европу они ходят здесь у нас каждый день кто-то поехал в круиз на лайнере это лайнер огромный как называется к сожалению не знаю вот такой знаете он мне сказал хоть и сказал что севентин шестнадцатый век но сейчас подойду может там что написано он сказал что здесь даже был адмирал нельсон перед трафальгарской битвой и что общем посещал это потом вот как я сказала видите семья спенсер купила этот дом какая-то ветвь дианы вот потом они до этого он был отелем а сейчас чем-то продан просто частично вот такими вот флэт апартаментами люди живут но здесь просто написано westfield park house и номера квартир здесь прямо рядом с этим домом посмотрите какая-то гробница написано 851 год прям на парковочном месте ну что это вот стоит себе 851 год я вижу больше ничего нигде не написано кто был здесь похоронен и почему это все сохраняется мне абсолютно непонятно это прям вот рядом с этим домом пить вот этот дом с другой с другого ракурса вам показываю смотрится он согласитесь очень красиво знала виктория где поселиться и понимаете конечно какое сейчас разочарование было моего мужа разочарование уныние что он послушал свою жену и что он не купил тот великолепный домик с видом на море вот здесь вот на такой великолепной территории полной истории да понимаете что это и при том что вот если получается что 15 тысяч и полтора миллиона то есть я не я даже наверно ошиблась это не 40 лет все таки назад было это было немножко пораньше он приехал сюда по он 30 лет назад я что-то тоже слишком уж маханула вот то есть получается за 30 лет в сто раз цены выросли правильно я считаю до до 100 раз вот а если учесть то что ни один банк вам не даст здесь в англии такие проценты если вы будете держать свои деньги в банке даже на максимальные проценты три четыре четыре с половиной процента в год это максимальные проценты которые можно здесь заработать ну и по моему что то как то вот не получится в сто раз увеличится за 30 лет капиталу а тут пожалуйста вам а домик этот как был так и есть кстати он говорит что практически дом не изменился за эти 30 лет кто-то живет припеваючи а мы в том бунгало каком-то извиняюсь непонятно но у нас уже здесь закат полностью наступает вот посмотрите тоже как красиво смотрится вот там вдалеке башенка часовинка в церкви церковь это уже вот там центр райда то есть представляете тут в пешем пешим ходом но буквально 55 минут уже до центра и она сейчас освещается солнцем это колоколинка башенка смотрится очень красиво ну вот такая получилась у меня с вами прогулочка небольшая мы с вами смотр все успели посмотреть друзья представляете и лайнеры гусей и дом который хотели купить дом который построил джек и даже зашли в кусочек истории а на этом я с вами прощаюсь я надеюсь вам понравился мой небольшой обзор увидимся всем доброго пока пока